Специально ко дню Великой Победы в офтальмологической клинике Тризе для всех пенсионеров скидка на комплексную диагностику зрения 50%. Подробности по телефону в Анапе 30 31 0 улица Крымская 242 офтальмологический центр Тризе. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапа. Регион. В студии Ирина Меркурьева. И сегодня выпуски. Нам сверху видно все. Анапские пляжи с высоты птичьего полета. Плохая дорога ведет в никуда. 50 лет вместе. Завтра Международный день семьи. Мониторинг пляжей Анапского побережья с катера и вертолета показал, что после весенних штормов предстоит большая работа по их уборке. Управление по курортам и туризму объявляет в городе субботник по уборке пляжных территорий и приглашает принять в нем участие всем желающим. Чистыми и красивыми остаются пока только центральный пляж города и пляжные территории вдоль Пионерского проспекта. Заместитель главы города Людмила Терещенко, вернувшись с облета пляжей, прокомментировала их состояние. Делали облет от Бугасской косы до Малого Утреша. Конечно, общая картина не оставляет хороших впечатлений. Понятно, что после зимы пляжи выбросы моря производят, как забирают, так и наоборот отдают эту грязь. Но, тем не менее, нужно положить все усилия, чтобы к курортному сезону пляжи были чистые. В большей степени хочется отметить Витязевскую косу, так как там земли принадлежат Министерству обороны и работы практически не выполняются. Все происходит на естественном состоянии. Море забирает, море уносит и не более того. Где-то в Барханах тоже имеется строительный мусор. Мы к этому случаю подключим муниципальный контроль для того, чтобы можно было отработать инициаторов этих мероприятий. Ну что, нужно сказать, что мы в пятницу силами муниципального образования, администрации организовываем субботник. Выйдут наше управление совместно со студентами нашего города. Благодаря этому облету мы, наверное, сможем определить более грязные участки, куда нужно усилить контроль, усилить, более организовать большее количество человек для уборки. Где-то, может быть, наоборот ослабить, где более чистые территории. Жители города тоже должны иметь желание и с удовольствием выйти и помочь убрать эти территории. Потому что накануне курортного сезона вид сверху. Мы вчера делали также, к тому же, мониторинг на катере. В принципе, что оттуда, что сверху, картина, в общем-то, одинаковая. Сегодня уволен глава Витязевского сельского округа. А руководителю водоканала объявлен выговор за самовольное разрытие улиц в Витязево. То, как они восстановлены после прокладки труб, не выдерживает никакой критики. Еще вчера съезд к морю по улице Залок Витязь был аккуратной асфальтовой дорогой. К курортному сезону его изуродовали так, что не узнать. Все картинки, свидетельствующие о попытках вернуть улице более-менее приличный вид, только усугубляют общее впечатление. Асфальтовое покрытие целой улицы погрызли на куски и такими же корявыми латками залатали, немало не заботясь о том, что разрушено и плиточное покрытие, и бордюры. К тому же, все это неопрятно присыпано асфальтом. Такая работа по восстановлению дорожного покрытия после разрытия – явная халтура. Водоканал копал здесь траншеи самовольно, и потому, похоже, зарывал поспешно и как попало. Требование же главы города – восстанавливать асфальт после любых работ на всю ширину дорожного полотна. Приближается лето, и уже совсем скоро во всех школах Анапы и района зазвенят прощальные звонки для школьников. У кого-то впереди каникулы, а у кого-то новая взрослая жизнь. Подготовка к последней линейке учебного года идет полным ходом. На повестке заседания педсовета – последний звонок. Чтобы для ребят он был запоминающимся и ярким, нужно придумать что-то новое и необычное. В Субсевской средней школе номер 11 решили сделать аллею отличников. Запечатлеть в глине или гипсе отпечатки рук золотых медалистов. Еще капсулу мы хотели. Семидесятилетие победы. Капсулу в музей и открыть через 10 лет. Те первоплашки, которые в этом году в школе учатся, они через 10 лет нами. Последний звонок ее откроют. А во дворе школы уже идет репетиция. Старшеклассники и первоклашки готовят необычный вальс. Каждый год разный. В этом году для выпускников он особенно трепетный. Последний. Ольга Юркова в этом году прощается со своим любимым 11 классом. Каждый год был отмечен чем-то особенным. Спортивными победами, экскурсиями, поисковой работой, конкурсами и ежедневной работой над созданием дружного коллектива. У нас очень сильный класс. И, наверное, каждый из нас довольно умен. По всем предметам мы учимся хорошо. Дружный класс. А к выпускному мы готовимся тщательно. Мы каждый день тренируемся, готовим танец. Со своей второй мамой расставаться ребятам не хочется. Это тот человек, который всегда помогает. Никогда не откажет помощи. Она всегда абсолютно рядом. В каждого ребенка вложено немало сил и труда. Недаром Ольга Юркова дважды победительница краевого конкурса «Самый классный классный». Это общая победа. Дети. Дети разные. Каждый из них, конечно, оставил огромный след в моем сердце. Через неделю дети передадут ключи знаний, скажут слова благодарности своим учителям, выпустят в небо голубей. И последний звонок пронзительно прозвенит о том, что детство заканчивается. К новому летнему сезону все городские пляжи курорта должны быть закрыты для движения автотранспорта. Как исполняется распоряжение главы города Сергея Сергеева, узнавала наша съемочная группа. Въезд на Анапские пляжи запрещен. Это первая санитарная зона, которая должна охраняться особо. На пляж может заезжать только спецтранспорт и то только в определенное время. По требованию главы города восстановлены запрещающие знаки, поставлены шлагбаумы, организовано дежурство патрулей. Но, как выяснила наша съемочная группа, не все съезды к морю перекрыты. На Пионерском проспекте можно свободно выехать на пляж. Рядом идет стройка, шлагбаум повален. На песке следы от машин. Каждый хочет отдыхать на чистых пляжах. А для этого необходимо одно – соблюдать установленные правила. Со дня на день у нас начинается курортный сезон, увеличивается количество отдыхающих. Соответственно, люди будут выходить на пляж, отдыхать, загорать, купаться. И чтобы исключить какие-либо угрозы безопасности жизни, мы примем все меры для того, чтобы запретить движение транспортных средств и квадроциклов по пляжной территории. По словам сотрудников полиции, сейчас определяются места, где нужно дополнительно установить дорожные знаки и при необходимости шлагбаумы. Контролировать порядок на пляжах курортный сезон будут сотрудники ГИБДД, отдельного взвода ДПС и отдела по транспорту и связи. Нарушителям грозят административные штрафы. 15 мая – Международный день семьи. Наш рассказ о том, как прожить 50 лет вместе и сохранить любовь и уважение друг к другу. Утопающий в зелени и цветах дом напротив школы в селе Юровка – это семейный очаг замечательной супружеской пары Толмачевых. Как будто и не было этих долгих 50 лет. Вспоминают они своё знакомство так, будто это было вчера. Был вечер. Как раньше говорили, вечер танцев. ДК. Новочеркасск. Очень красивый ДК с колоннами, всё. И мы идём. В одном направлении четыре человека. Я и трое девушек ещё идёт. На перерез. Здесь идут два солдатика на перерез. И вы знаете, потом, когда мы анализируем всё, что вот ёкнуло. Молодой военный заприметил девушку с первого взгляда. Я к другу говорю, я побегу сейчас вон к девушке. Сразу говорю, она мне очень понравилась. И подошёл, услышал, как её зовут, подружки сказали. И я сразу, Любаша, можно вас на танец пригласить? И вот с того момента так и пошла наша жизнь. Два года дружили, поженились, родили сына и дочь. Уже есть внуки и правнучка Соня. Быть женой военного, да не просто военного, а офицера десантных войск специального назначения – дело непростое. Сборы, переезды по городам, гарнизоны. Любовь Павловна умела подстраиваться, работала, растила детей. За всё должна быть в ответе женщина. Потому что в любое время раздавались звонки. У нас и служебный телефон был всегда. По тревоге вперёд. По тревоге. Буквально там две-три минуты собирается, всегда на готове этот чемодан был. Всё. И на сколько он уезжает, как уезжает. Алексея Алексеевича грело всегда то, что дома ждут. С вкусным ужином и заботой. Её же Любаша зовут. Вот я её люблю всю жизнь. Любовь есть любовь. Такова жизнь. Она очень хороших детей воспитала, за что я очень благодарен. И так все 50 лет. Золото-металл красивый, но добывается с огромным трудом. Так и золотая свадьба. Это ежедневный труд, понимание, уважение друг к другу и капелька женской хитрости. В Анапе строится новый яхт-клуб. До недавнего времени спорткомплекс подобного уровня существовал только в Сочи. И то был построен к Олимпиаде 80-х. Сегодня, когда популярность этого вида спорта растёт, строительство современного яхт-клуба – закономерное и своевременное решение. Для строительства детского яхт-клуба выбрано удобное место на центральном пляже курорта. Не случайно, чтобы привлечь как можно больше школьников и подростков и обеспечить стране надёжную смену высококлассных спортсменов. Когда-то 80% сборной страны по парусному спорту составляли анапчане. Президент России наш говорил о том, что спортивные объекты должны быть в шаговой доступности. В шаговой. Не так, что человек должен прийти со школы, покушать, к примеру, положить портфель, сделать уроки и пешком или максимум на маршрутке, потратив 5-10 минут, доехать до места, где он будет заниматься спортом. Чтобы заниматься лёгкой атлетикой, нужны кеды и форма. А вот яхтсменам оборудование необходимо посерьёзнее. Во-первых, сама яхта и специальное оснащение. Юным спортсменам клуб предоставит всё бесплатно. Спорт очень сложный. Здесь нужно обладать очень многими знаниями, аэродинамика, гидродинамика. Очень сложный. Он больше интеллектуальный, чем даже спортивный. Анапское побережье – лучшее место для занятия парусным спортом, отмечает Михаил Заболотнов. Оптимально начинать занятия в 8-9 лет. Главное требование – уметь плавать и хорошо держаться на воде. Сборная страны по парусному спорту уже облюбовала новый яхт-клуб. Проводятся тренировочные сборы и подготовка к предстоящим соревнованиям. Это фантастическая возможность просто заниматься своим профессиональным делом, любимым, что немаловажно. Потому что в виде погода располагает, и всё, что нам нужно было – это создание вот такой базы, куда мы можем спокойно приходить, как бы, и ни о чём не задумываться, и только работать на результат. Да, множество людей, взрослых и детей, как бы, увидят, их заинтересует этот вид спорта. И я надеюсь, что подрастающее поколение захочет пойти по нашим стопам и, как бы, заняться этим набирающим популярность в России видом спорта. Открытие спортивного комплекса запланировано на 13 июня. Скорость и автомобиль – сочетание опасное. Инспекторы ГИБДД проводят профилактические встречи с подростками, которые вот-вот и сами станут водителями. До получения водительского удостоверения кадетам-старшеклассникам осталось совсем немного. У каждого второго в памяти есть случай дорожно-транспортного происшествия с близкими, друзьями или знакомыми. И лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих. У меня друга сбили, и этому лицу, который совершил данное преступление, дали только три года условно. Пожёстче, наверное, более высокий штраф и лишение прав при нескольких нарушениях подряд. Старшеклассники задавали вопросы по мирам наказания, обсудили тонкости дорожного движения и применение правил на дорогах не только как пешеходы, но и как будущие водители. И высказали огромную просьбу к взрослым водителям. Не ездить в пьяном состоянии, в наркотическом опьянении. Не нарушать, наверное. Более бережно относиться к людям на дорогах, к пешеходам. Подростки – особая группа риска. К ним нужно относиться внимательнее и чутко реагировать на их проблемы. Подсказать, помочь и посоветовать, просят сотрудники госавтоинспекции. Хотелось бы обратиться в первую очередь к родителям, у которых на попечительстве находятся дети, именно подростки, которые собираются в ближайшее время получать водительское удостоверение, чтобы они помнили, что у них сейчас такой период возраста, как он называется, возраст риска. Чтобы они более тщательно относились и понимали своих детей, учили их правилам дорожного движения, а точнее даже помогали, наверное, в использовании этих правил дорожного движения. Завершит выпуск прогноз погоды. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят, как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайны Медной Горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин Тайны Медной Горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. На удивление, пятница предстоит теплая и солнечная. Лето потихоньку крадется к нам медленными, осторожными шагами. Осадков не ожидается, правда, южный ветер разгуляется не на шутку, до 10 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – салон-магазин изделий из камней самоцвета в Тайны Медной Горы. Самое время заглянуть и порадовать себя и близких приятными подарками, чтобы к началу курортного сезона быть на высоте. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайны Медной Горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин Тайны Медной Горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Генеральный партнер программы – клиника Тризе. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Специально ко дню Великой Победы в офтальмологической клинике Тризе для всех пенсионеров. Скидка на комплексную диагностику зрения 50%. Подробности по телефону в Анапе 30 31 0. Улица Крымская, 242. Офтальмологический центр Тризе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова